Биджелов Руслан, Хадиков Алан, Хаев Александр, Караев Алан и Едзиев Харитон. Эти люди являются свидетелями всего происходящего 1-3 сентября 2004 года. Где эти люди? Приведите их в зал, пожалуйста. Спасибо. 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 Биджево. Здесь. Хадиков. Здесь. Здесь. Хаев. Здесь. Здесь. Харай. Здесь. 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 В коридоре. В коридоре много кого находится. Здесь. Здесь. В коридоре много кого находится. Здесь. В коридоре. В коридоре много чего. Суд выслушал мнение сторон, постановил допросить в качестве дополнительных свидетелей Хачирова, Фриева, Беджелова, Хадикова, Хаева, Караева, Едзеева. Я прошу вас пока удалиться из зала судебного заседания и находиться в коридоре, мы вас пригласим. Объявляется состав суда, председательствующий судей Верховного суда Гузаров, обвинение представлено в лице заместителя генерального прокурора РФ, государственного советника юстиции 1-го класса Шепеля, старшего прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры РФ, старшего советника юстиции Семисеновой, заместителя прокурора республики старшего советника юстиции Черчесова, представители потерпевших Чеджанов, Кучиев, Ткаченко в судебном заседании находится потерпевшая по данному делу секретарь судебного заседания, защитник подсудимого адвокат Плиев секретарь судебного заседания Кохан потерпевшая Череповская, встаньте пожалуйста у вас есть отвод состава суда? спасибо, присаживайтесь суд переходит к запросу свидетелей Гончаров Гончаров Назовите пожалуйста фамилию и имя отчества Гончаров Сергей Федорович число месяц года рождения? 19 октября 1949 года Место жительства Город Москва Улица Второй полевой переулок Дом 2, квартира 220 Место работы Директор Всероссийского центра медицины, катастроф, защита, Министерство здравоохранения Суду разъясняет вам ваши права Вы вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своих близких родственников Давать показания на родном языке или языке, которым вы владеете Пользоваться помощью переводчика Заявлять ходатайство, приносить жалобы на действия бездействия суда Являться на допрос с адвокатом Ходатайствовать о применении мер безопасности в отношении вас как свидетеля Суд предупреждает вас Не в праве являться Не являться в суд По вызову Суд предупреждает вас об уголовной ответственности В соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации Задачу заведомо ложных показаний Отказ от дачи показаний В связи с чем дайте суду подписку Вам предоставляется право дать показания по существу дела Пожалуйста Сергей Федорович Просьба Расскажите пожалуйста События прошлого года сентября Месяца 1-3 сентября Как вы оказались здесь От кого получили команду Явитов Беслан И то что вы полагаете Необходимо рассказать об организации Медицинской помощи Вот эти вопросы Пожалуйста 1 сентября в 10 часов От своего оперативного дежурного Я узнал о той ситуации Которая сложилась здесь в городе Беслане В захвате заложников Мы подготовили необходимые силы и средства Как всегда поступаем В чрезвычайных ситуациях К возможному вылету на место Чрезвычайной ситуации Данные о масштабах тогда конечно не были известны В середине дня министр здравоохранения Зурабов Михаил Юрьевич Поставил мне задачу Вылететь сюда в Беслан И действуя в составе оперативного штаба На меня возлагалась Организация медицинского обеспечения Возникшейся Чрезвычайной ситуации Я вылетел первым рейсом На Беслан 2 сентября сюда Бригаду своей оставил Потому что еще нужно было уточнить Обстановку на месте И прибыл в распоряжение Генерала Андреева Здесь я впервые узнал о предварительном числе Заложников Меня сориентировал сначала Что это около 300 человек В дальнейшем я контактировал здесь С находящимися здесь Различными должностными лицами И устанавливал взаимодействие с МЧС МВД, ФСБ Ну с кем положено всегда В таких обстоятельствах С выходом Руслана Султановича Ауша Мы с ним давно знакомы Он меня сориентировал О значительно большей числе заложников Значительно больше Тысячи человек 1200-1300 Это резко изменило мои планы По организации медицинского обеспечения Я немедленно доложил В Москву Михаил Юрьевичу Зурабову И министру Под чрезвычайным ситуациям Шойгу Сергею Кужахеточу О том, что В Бесланской больнице Нет хирургических детских коек Поэтому срочно необходим Для работы полевой педиатрический Гостель Педиатрические бригады Затем мы организовали Руководителя центрального спасательного отряда МЧС России Салаватом-Менгалиевым взаимодействия Ориентировочную схему Организации медицинской помощи В случае Каких-либо действий По освобождению заложников В связи с массовым скоплением людей Вокруг школы Было установлено Несколько пунктов Санитарного транспорта И мы приняли решение Что при удачном стечении обстоятельств Лучше Эвакуировать заложников на носилках Подобрали достаточное количество На улице Коминтерна Это всего 800 метров до больницы Вечером 2 сентября Я собрал на базе больницы Поликлиники Руководящий состав здравоохранения И провел с ними совещание Где доложил план Возможных действий Медицины Катастроф и всего здравоохранения Собрали необходимые силы и средства В том числе из прилегающих Ближайших районов Со Ставропольского края С Кабардино-Балкарии Наша бригада экстренного реагирования И так далее Половину бригад Скорой медицинской помощи Владикавказа Остальных оставили здесь При необходимости выехать Нельзя было оставить город Без скорой помощи Затем провел занятия Со всем врачебным составом Который прибыл сюда Рассказал суть и план Медицинского обеспечения Как эвакуировать до больницы Одном плечо Что необходимо сделать в больнице Как эвакуировать из больницы В лечебное учреждение Владикавказа Объяснил суть медицинской сортировки И всю ночь мы проводили занятия Поскольку у врачебного состава Этой больницы мало опыта По работе с массовым количеством пораженных В час ночи Прибыл полевой многопрофильный гост И я поставил задачи на развертывание И организовал Во главе с профессором-педиатром Розином Владимиром Михайловичем Подготовку педиатрических бригад к работе Всю ночь продолжались эти занятия У меня были установлены Взаимодействия с заместителем министра И с министром здравоохранения Тогда Александр Соплевенко Его заместителем Теймуразовым Ремезовым Его заместителем Реутовым Александром Реутовым Александром я поручил Собрать всех водителей скорой помощи Объяснить кто, как и где должен действовать Примерно в 3 часа ночи мы провели Учебное занятие Так называемую ложную тревогу Еще раз уточнили Как говорится пеший по машину Кто, где, куда должен подходить Как работать Провели необходимые мероприятия в больнице Развернули сортировочные модули Обосновали транспортные петли Где, куда, кого эвакуировать И поставил задачу, что в условиях Когда могут массовые поступления пораженных Все врачи должны быть готовы В первую очередь К медицинской сортировке С целью определить Исходя из состояния пораженного Сможет ли он вынести эвакуацию 20 километров в воду Кавказ Или ему что-то нужно сделать сейчас Или что-то можно сделать в дороге Или его необходимо оставить в больнице По срочным неотложным показаниям Кроме этого, 1 сентября По моей команде Я попросил институт Сербского Выдвинуть сюда Психологов и психиатров Поскольку сложная психологическая обстановка была Они развернули здесь свои пункты Психологической помощи Работали По своему опыту Я ожидал, что возможные действия Могут начаться рано утром 3 сентября Никто меня в этом не ориентировал Как правило В таких ситуациях Чтобы не было известно заранее Какая-то информация Медики не ориентируются Мы всегда должны быть готовы Так было и в Нордовске И в Буденовске Мы готовились, что возможно Будут частично отпускать заложников Что они могут быть в различных состояниях Болезни, осложнений и так дальше Готовились к тому, что могут быть ранения Готовились к тому, что могут быть ожоги И самый тяжелый случай Когда ввалы разрушения Тяжелые травмы и так дальше Ко всем вариантам В меньшей степени мы готовились По варианту Нордовс То, что могут быть химические пораженные Поскольку бандиты тоже изучили этот опыт Они открыли В спортзале все окна И даже противогазы Утром 3 сентября мы продолжали Эту работу по подготовке Проводили необходимые занятия Установили сигнал Сбора всех водителей скорой помощи И приказал им ждать Этого момента Сколько не знали, когда Что может начаться Около 13 часов дня Я вышел из больницы Направился к воротам скорой помощи По улице Коминтерной В этот момент увидел Два столба дыма Два взрыва И стрельбу Сразу дал команду на проведение готовности И тут же мне по рации поступили заявки О срочном выделении машин скорой помощи Которые у меня здесь были На улице вокруг Привегающей школы для эвакуации Началось поступление пораженных В госпиталь и в больницу Мы определили, что больница принимает Только взрослых А наш госпиталь в развернутых палатках Только детей, где работали Наши специализированные педиатрические бригады За 4 часа работы В госпиталь в больницу Приняли 546 человек За это время было проведено 72 операции В том числе 26 пункций Плеворальных полостей Ну и целый ряд медицинских мероприятий На устранение угрожаемой жизни состояний Которые необходимо в этом случае делать При поступлении Было обращено внимание на то, что У многих пораженных правильно наложены жгуты И в общей структуре пораженных Основные тяжелые были Из числа раненых в голову, в грудь А вот правильность оказания первой медицинской помощи Подчеркивает то, что Тяжело пораженных из числа раненых Крупные кости не было То есть правильно оказывали первую помощь На месте врачей скорой помощи Спасатели, военные медики Те, кто владеет такими навыками в совершенстве Из детей мы сразу Уже потом провели анализ и выделили 55 человек практически не нуждались в экстренных мероприятиях Они только были в гиповолюмии, недостаток воды И психическое возбуждение Пять человек поступили в вагональном состоянии Несоместимые с жизнью ранения Они в последующем В первой ближайшей числе, к сожалению, умерли 14 взрослых в первые сутки умерли здесь 199 человек нуждались в мероприятиях Экстренной первой врачебной помощи И были готовы к эвакуации после ее оказания И 55 человек детей Требовали неотложных мероприятий Квалифицированной помощи В том числе операции, лапароскопии 7 человек детей было прооперировано В последующем Я уже обходил отделение больницы Вместе с лечащими врачами Из тех, которых мы оставили тяжелых И по прибытии на следующий день Сюда министра Зурабова Было решено об эвакуации Наиболее тяжело пораженных Нуждающихся в специализированных видах Медицинской помощи Узких видах Эвакуировать их в специализированном Лечебном учреждении города Москвы В первую ночь с 3 на 4 мы эвакуируем Наиболее тяжелых 6 детей Есть у нас такой способ Для наиболее тяжелых детей Мы в ренеомобиль забираем из больницы Ренеомобиль закатываем в самолет МЧС По 3 реанимобиля И вот 6 человек в первую ночь Были эвакуированы И вечером 4 числа я доложил обстановку Прибывшему министру По чрезвычайной ситуации Сергею Кужегетовичу Шойгу Министру Зурабову Прибыла группа специалистов Министерства взорохранения Здесь уже ушел переход Плановой медицинской помощи Это уже не моя задача 4 числа я был отправлен в Москву В центр медицины катастрофы Вот если что-то я упустил Основной ход Моими глазами Этого периода времени Сергей Федорович Пожалуйста скажите Вот вы прибыли 2 сентября Да? Так точно И почему Кто дал команду вам Что вы должны доложиться Руководитель штаба Андреев От министра Зураба Михаил Юрьевич Получил задачу О том что создается Оперативный штаб От линии Минздрава Я сюда включен В состав оперативного штаба Как взаимодействовали вы Со штабом оперативным Какие-то задачи Ставил вам Андреев Ну поскольку Андреев Не является специалистом В области медицинского обеспечения Я у него только Единственное что Уточнял количество заложников Больше мне никаких задач не надо Я сам знаю что надо делать И сколько он сказал заложников Я не знаю точно Он сказал Первое число было около 300 человек А второго числа? Это второго числа Второго числа Когда я прибыл А затем уже Руслан Ауша Мне уточнил цифру Что значительно больше Что сразу изменило наш подход К организации медицинского обеспечения То есть вы от Ауша узнали Не от Андреева? Так точно И еще скажите Вы говорите Обеспечивали машины скорой помощи Как вы полагаете В достаточном количестве Не было сбоев при оказании Первой медицинской помощи На мой взгляд Из того что их было Более тысячи заложников Да На мой взгляд Скорая помощь Все наши специализируемые задачи Справились Почему я об этом говорю Потому что Еще раз повторюсь Самый главный показатель Когда они справляются Медициной Это наличие тяжело пораженных Из раненых конечностей Раненые в голову В грудь Они и так ясно тяжелые А раненые в конечности Если не оказать правильную помощь Они становятся тяжелыми При потере крови У нас таких тяжелых практически не было 0,9% Это первый показатель Второй показатель В условиях массовой Скученности населения Которое было Вокруг школы И к сожалению Было очень много В больнице Мы не могли Не допустить Родственников К модулям Суда Поскольку Ну понимаете Состояние людей Они все хотели узнать Мы вывешивали на поликлинике Списки Все к нам поступил Я всех Убеждал здесь Когда они шли По улице Коминтерна Что здесь детей нет Мы стараемся Быстрее отправить Лечебное учреждение Что нет смысла Переполнять здесь госпиталь Нужно немедленно Быстрее Специализированное учреждение Где есть все условия Для оказания помощи И вот на этом плече Где работали эти бригады А я все время Получал информацию Куда сколько Машин скорой помощи Нужно отправить По рации Установленной С МЧС И по линии скорой помощи Вызовы постоянно шли И всегда держал В резерве 2-3 машины Потому что могла возникнуть Любая задача Если у меня не оказалось бы Скорой помощи Как говорится Под рукой Мы могли не выполнить задачу Но это опыт Предыдущей работы Что нужно всегда иметь резерв С момента отправки Первых же пораженных Из госпиталя Чтобы не перегрузить Больницу в гост Я дал команду Судового Дикавказа И Моразу Ремезову Немедленно отправить Все машины скорой помощи Которые действовали тут По оказанию Обычной скорой помощи В городе Вокавказе И они буквально Через полчаса прибыли Вторая очередь То есть была Очередность этих работ Машин скорой помощи Всегда когда происходят Такие чрезвычайные ситуации Мы говорим Чрезвычайная ситуация Для охранения Что есть нехватки Сил и средств Но в данном случае Нам удалось собрать Достаточно мощную группировку Если интересует Я могу Точно назвать Эти цифры Аэромобильный госпиталя МЧС Привлекалось Шесть врачей От нашего центра защиты 20 человек 14 врачей 8 специализированных Педиатрических бригад И 3 бригады Экстренного реагирования От территориального центра Медицины Катастрофа Старопольского Украина 24 человека В том числе 8 врачей Территориальный центр Кабардино-Балкарии 15 человек 6 врачей Центральная районная больница Города Беслана Там 211 Вот 94 врача Хотя у многих врачей Дети были в составе заложников Но они продолжали работать Эти медицинские работники Скорая медицинская помощь Республики Алане 210 человек Было привлечено 55 врачей 62 автомобиля А 8 автомобилей Это были от территориального центра Медицины Города Ставрополь И Кабардино-Балкария То есть Таким образом Всего Задействовано было Здесь В Беслане 492 человека 183 врача Ну и вот Бригада Которых я говорил Кроме того Из прилегающей территории Прибыли 11 бригад скорой помощи Это 7 реанимационных Из Ильховского района Города Ордон Города Алагир Из города Дегора Из Моздока И бригада Из Октябрьского района Организована была Работа следующим образом Местная Скорая помощь Которые знали Хорошо школы И улицы Они работали На плече эвакуации До больницы А те Кто прибыли Из других районов Они эвакуировали Из больницы В Владикавказске Лечебное учреждение И еще вопрос Вот Визуально Или Вы как анализировали Какие в основном Были Повреждения У детей У заложников У меня есть Достаточно подробно Проанализированные Данные По историям болезней В том числе Визуально Я могу их Огласить Из числа Оказанной Медицинской помощи Локализация Ранения В голову 108 человек В шею 16 В позвоночник 14 В грудь 83 В живот 94 Таз 11 В верхней Конечно 94 Нижней Конечно 163 И они Все у нас Есть по степени Тяжести Эти данные В качестве Данных Я при первых Показаниях Генеральную прокуратуру В основном Это какие Пулевые Осколочные Можно как-то Докладываем Предварительно Сказать У нас-то есть Из 583 Человек По историям Болезни Лечившихся Ранения Составили 468 Это 80% В том числе Пулевые 79 Осколочные 91 Минозрывные 298 Механическая Травма Всего 63 Человека В том числе Контузии 28 Ушибы Переломы 35 Ожоги 36 Человек Психонево Урологически 16 Человек То есть Когда уже Из-за психического Состояния Это уже Констатировалось Как поражение Нет Нет Вопросы У меня Объяснили Все Есть вопрос Сергей Сергеевич Я хотел бы Сказать Скорее Большое спасибо За ту большую Работу Которую Вы проделали И задам Вам Несколько Уточняющих Вопросов И пожалуйста Спокойно На них Реагируйте И подумайте Пришля Пригирается Пожалуйста Уточните Во сколько Вы прибыли Второе Число Сюда Примерно Значит Рейс Рейсовый Самолет Я вылетел Из Домодедова Я ориентируюсь Что где-то В 14-15 Я прибыл Уже в штаб В 14-15 Ну пока Я преодолевал Около 3-х Да где-то Вы пришли В штаб Так точно Андреев Сказал Что заложников Около 3-х Я вот Не могу Уточнять Точно ли Это Андреев Очевидно Все таки От него Я услышал Эта информация Вы сказали От Андреева А поэтому Потому что Там еще Много было И МЧСовских Сотрудников Министр МЧС Борис В штабе Да Я могу Уточнить Значит Я увидел Руслана Ауша Еще до того Как он собирался Пойти В заложников И попросил Самое главное Для меня было Число заложников Чтобы правильно Понять Я его видел До этого И попросил Уточнить И когда он вышел Он сначала Зашел Я так понимаю Там в оперативный Штаб Доложил информацию А потом он вышел Уже оттуда Я сразу обратился Руслан Султанович Можешь мне По моему Вопросу Что-то уточнить Он говорит Серега Там значительно Больше Тысячи человек Тысяча двести Тысяча триста Возможно Вот эта цифра До меня стала Отправной Потому что Когда мы Организуем Такие действия Лучше идти По завышенной цифре Чтобы не прогадать Да Сергей Федорович А что такое спасение Вы имеете ввиду Вынос Вынос Да Это задача Это аварийно-спасательная работа Ими занимается МЧС Наша задача Работать возле очага По возможности Когда есть доктор Оказывать помощь Тем, кого выносит Выносит Да Но есть у нас ряд Чезвычайных ситуаций Где мы работаем Непосредственно в очаге Например на землетрясениях В данном случае Здесь Не было возможности Идти в школу И работать там Оказывать помощь Это понятно Скажите пожалуйста А вы В это время Вот когда в штаб Прибыли Вы ничего не слышали О требованиях террористов Не вникали В эти вопросы Я вот теперь боюсь Дифференцировать Или это слышал там Или это потом В средствах массовой информации Прочитал О требованиях террористов Тогда не надо Да Вот там о кассете пустой Это я только узнал О средствах массовой информации Среди А вот вы не помните Сам период штурма Так называемого штурма Когда после взрыва Что происходило Как я сейчас понимаю Что понятие штурм Тем действием Которые здесь случились Уже трудно назвать Слово штурмом Поскольку вот штурм Я знаю как он был Организован в Норд-Досте Это было совсем другое Правильно? Вот А здесь я Я говорю Я стоял на расстоянии 800 метров У ворот Больницы скорой помощи Где мои все бригады были Подошел сюда как раз Когда подходил Я увидел два взрыва И сразу началось До этого шла Некоторая стрельба Всю ночь И ночью мы оказали Двум человеком Женщина была Подствольником Ранята Помощь Это единичный случай Все А здесь характер Струбы совсем другой Больше интенсивность Огня И мне стало ясно Что что-то началось Как я Ну тогда понимал Я же не знал Как будут развиваться события Поэтому срочно Дал команду О приведении В готовность И уже сразу По рации Пошла отправить Я помню По-моему Ополчение есть улицы Записанная На память Не помню Немедленно Столько машин Туда Столько туда Столько туда И пошла работа Я с этого места Не сходил До самого позднего вечера Потому что Самое главное Было правильно Распределить Эвакуировать Я знал Как загружен Мне Александр Реутов Постоянно сообщал Как идет работа В госпитале У меня была связь С ними постоянно Знал как загружен Госпиталь А здесь Постоянно было Движение людей И подходили И люди И военные Что-то уточняли Спрашивали Группа военных Подошла Я так теперь понимаю Наверное Со спецорганов Спросил И не видели Мы какого-то В какой-то одежде И так дальше Мы никого не виделись Если нужно кого искать Проходите и ищите У меня постоянно Была связь С нашим радистом Он был на крыше Понимали свои работы Так точно Да А вот это все Я теперь Больше знаю Средств массовой информации Что на самом деле Произошло А так я не возле Школы не мог Выдвинуться Потому что нужно было Держать тут Знать обстановку И не мог даже В госпиталь пойти Потому что мало ли Что тут случится Куда нужно будет Выделить транспорт Сергей Николаевич А вот второго числа Когда вы приехали Вы что-нибудь Можете сказать О том Штурм планировался Чем штаб занимался Вы в штабе были Значит Заседания штаба Как такового Я ни разу не был Я вот получил Сведения в штабе От числа заложника Мне больше ничего не надо Я знал Что мне никто Никогда не сориентирует А по возможности У меня была мобильная связь С Андреем Я иногда выходил И звонил там Валерия его кажется Зовут Андрея Да Есть какая-то информация Дополнительная Ничего нет Доктор действует По своим правилам Понятия Вам известно А что Готовность Ничего Как правило Врачи не ориентируют В этом плане Потому что Всегда Чтобы не было Распространения информации Понимаете Так было и в Нордовстве Кстати Поэтому я готовился И по своему Узнал Что это может быть Любой день Но мы готовились К тому Что возможно Протянется ситуация Как в Буденовске Целую неделю И потом Вы рассчитывали Все варианты Все варианты Думали И даже Не исключали А вдруг будут применены Какие-то Ядовитые вещества И тогда мы готовились У нас были Унитивовые Возбуждающие А вам что-нибудь Известно было Второго Веде из боевиками Переговоры Не вели Кто его Единственное Что я знаю Это со словом Леонид Михайловича Рошаля Поскольку его сюда вызвали И он здесь был Но он не входит В нашу систему Работает Он человек больше Так политический Популистский Он говорит Что он хотел Вступить в контакт Но боюки с ним И разговаривать не стали Вот это он мне сообщил Больше я какого-то И кроме того Что Руслана Ушев был туда Больше никаких Переговоров Я не слышал Сергей Федорович А как вы считаете Вообще Робот ли человек В этих вещах Переговоры Вообще Нужны С террористами И вообще Они нужны Насколько мне Изместно Мировая практика Исходит Борьбы с терроризмом Исходит Из того Что Все начинается С переговоров Как вы считаете Но только Лично Могу Мне не высказать Поскольку Я не специалист По уничтожению Террористов И Введению с ними Работы Спецорганов Но в принципе Здесь Как правило На мой взгляд Какой-то этап Переговоров Должен присутствовать Хотя бы потому Чтобы успеть Подготовиться Проводить Какие-то оперативные Действия В том числе Медицинское Обеспечение Я Чем это Чрезвычайная Ситуация Я эту Ситуацию Докладывал На всех уровнях С точки зрения Что очень многие Интересуются Как был оказан Это большой опыт В том числе Международный центр В Гетеборге В Швеции В феврале Меня вызвали И там докладывал Там работа принята И что у нас Были сутки На подготовку Это во многом И обеспечило То что мы Справились с задачей В других случаях Взрыв состоялся Мы уже едем Все А здесь сутки Были все-таки Мы готовили И врачей Медикаменты Мы потом Оставшимся Тоном медикаментов Которые не использовали Оставили больницы Здесь Я вас правильно понял Вы считаете Что нужно Да Довести Ну хотя бы сутки Они как раз Были Я так понимаю Должны были Массовой информацией Знают что были Какие-то переговоры Или нет Я не в курсе Но с позиции Что за это время Можно успеть Подготовиться К чему-то Очевидно Есть целесообразность В этом какая-то Ну вот Сергей Трофимович Но это уже Не моей компетенции Рассуждать на эту тему А уж уже По существенной Переговоры Было Какие-то Можно назвать Это в какой-то Мере переговоры Но он зашел Спас людей Вы как оцениваете Его поступок Нужно было Вот такие Какие-то Подобные Меры Я знаю Об имиде Руслан Султанович На Северном Кавказе И то что В этом плане Как и что Поступил Конечно Вызывает уважение И самое главное Что Руслан Султанович Сделать Это Более-менее Указал Как мне надо Строить Исходя из числа Заложников Какие О чем С кем разговаривал Я этого не знаю Вы его поступок Приветствуете Считаете Вы правильно Естественно Иначе бы я не знал Этих данных И цифр А то что он спас 26 человек Ну это естественно Тоже поступок У нас В Нордовстве Рошаль выводил Тоже детей 5-6 человек Но я когда на это дело Смотрю Что главное Дело Когда события Начинаются В это время Организовать Все дело 20 человек Тоже конечно Каждый ребенок Спаш Это тоже Результат Вам ничего не известно О действиях пожарных Других подразделений Вы не ввешиваете Нет Это не моя компетенция Единственное Наше взаимодействие С Салаватом Менгалеем Это необходимое Число санитаров Носильщиков В случае Если удастся Выносить сюда Женщину Залезную дорогу И по связи Я с ним Постоянно знал Как идут события Узнал О гибели Наших двоих Ребят Но мы Валерия Розамараева Пытались подготовить Кооперацию Но не успели Там большое кровоизлияние Сергей Федорович Вот вы говорили Что после взрыва Началась стрельба Вы не могли бы Поподробнее сказать Что за стрельба Из школы стреляли По школе стреляли Я этого не могу знать Я только звук слышал А вот выстрелы Из каких-то тяжелых орудий Вы не слышали В это время нет Это было При темном времени суток Это я точно помню Примерно по вашему мнению Из чего стреляли Извините И куда стреляли Тоже не знаю Ну вы вот Пресс уже читали Многое наверное Об этом случае И читали И слышали И думали наверное Да много Как вы считаете В чем причина Вот того Что боевик-террористы Бесприкятельно Проникли в школу Захватили так легко И вот столько людей Подбили Ну это опять Не уровень моей компетенции Могу иметь только личное мнение Так личное мнение Естественно что Захват школы В мирное время Это Есть И промашки И оплошности Силовых министерств И от этого Никуда не денешься И как они могли попасть Но причины все этого Надо разбираться Я не могу тут Я их не знаю По опыту Работы службы На Северном Кавказе Мы всегда готовы К самым Невероятным И тяжелым условиям Первые чеченские события Об этом говорили И вторые чеченские события У нас полевые гострели Работали в Гудермесе И нас гострели Обстрелили много раз Событий много В самых разных Для меня Как человека Много повидавшего Это событие Несмотря на Всего трагичность Оно не стало Экстраординарным Потому что Слишком много Такого плана событий Так вот как человек Сегодня Вы считаете Можно было догадаться Скажем Первого сентября Когда захватили школу На утренний Вы знаете Что был утренний Да Это средства массовой информации Знаем Да Как вы считаете Можно было Первого числа Определить Примерное число Заложников Я думаю Лично Честно Вы поверили Что там может быть 300 всего Я не мог ориентироваться Ни на что больше Я же не знаю Ни размер школы Ни число классов Ни количество детей Ни сколько родителей Не мог Для меня не было Оснований рассуждать На эту тему Понимаете А сегодня Вы знаете Что Андреев говорил Неправду О трехстах Заложников Всего Я не знаю Заблуждался он в этом Или неправду Куда говорят Специально говорит человек То есть Врал он Или заблуждался Я этого не знаю У меня нет вопросов Спасибо Нет Сергей Петрович Вы входили в оперативный штаб Как члену штаба Вам было известно Был ли у штаба план Боевой операции По спасению помощи Я уже говорил На эту тему Что медики Как правило Не посвящаются У меня есть задача Я должен быть готов Вот сегодня я приехал Должен быть готов Что сейчас будут Какие-то действия И принимать ранее А когда что начнется Я говорю Никакого Я не знаю об этом Меня не посвящают Участие в заседаниях Мы должны Врачи должны быть Всегда готовы К любым ситуациям У потерпевших Есть вопросы? У меня есть срок Здорово Прежде всего Спасибо Вам большое За наших спрессионных детей И Во-первых Мне непонятно Почему Второго пролетели А не первого Отвечать можно? Нет Вот у меня главный вопрос Скажите пожалуйста Я не специалист в медицине Но я знаю Есть термические ожоги Химические ожоги Еще какие-то Какие ожоги были У наших детей? Если Вы можете Ответить на этот вопрос Ответьте пожалуйста Я назвал число Обожженных 36 Сергей Федорович Я извиняюсь Суду отвечают Извините пожалуйста Я не знаю Как правильно Вести первый раз 36 Они все имели Термические ожоги Но уточненные данные Нужны конечно Судебно-медицинской экспертизе Это по данным наших врачей Почему я не прибыл Первого-второго числа В условии захвата заложников По опыту И Буденовского И Нордоста Прибыв один Я бы ничего тут сам не решил Мне нужно было знать Точность ситуации Что нужно сделать Я уже докладывал Что как узнав ситуацию Сразу повышенную готовность Привел в свою бригаду Экстренного реагирования И затем уточнял Постоянную обстановку Здесь территориальных центров Министерства здравоохранения С Александром Соплевенко Мы связывались несколько раз Только лишь для того Чтобы знать С чем туда ехать И я улетел второго А бригады мы сидели В Домодетово сутки Ждали команды Когда что лететь Для чего И потом Когда я уточнил обстановку И узнал Мы поменяли бригады На педиатрические Потому что Ясно что в Беслане Нет столько детских педиатров Хирургов Тем более Подготовка С точки зрения Уточнения обстановки Мы не знаем Спасибо Спасибо Сергей Федорович Скажите пожалуйста Может вы мне скажете Правду Вы говорите Что тяжелораненным детям Оказывали первую помощь То есть Делали операции Прямо на месте Моя дочь была ранена В пулевое ранение В селезенку И ее повезли В ЦКБ И вот этот вот Промежуток времени 45 минут Ее везли в больницу Во Владикавказ Она умерла Уже на операционном столе Почему тогда Это упущение Или это безнадежность Скажите 45 минут Имели Имели какое-то Спасение И ее могли спасти Значит Я когда говорил Что оказывали помощь на месте Оперировали Это не возле школы А в больнице И в госпитале Операции проводили Это же не на месте Первая помощь на месте Там жгут наложить Обезболивающие везде Что касается Конкретного случая Которым Вина названа Я здесь не могу Ничего говорить Надо поднять Историю болезни И узнать Какие этапы Она прошла Кто оказывал помощь И так дальше Естественно Ранение селезенки Очень трудно Диагностируется Но Я рассуждаю сейчас Но если это было Ранение селезенки То значит Нутреннее кровоизлияние И наши врачи Такого не могли упустить Она поступала В наш госпиталь Сколько дочке лет Она поступала К нам В больницу Беслана Или напрямую Была эвакуирована Ее напрямую Повезли Кавказ То есть Она через нас Годстрель Не проходила Примерно Не проходила Но я попала К вам Мне вы сделали Первую операцию Здесь На месте Понятно Тут надо История болезни Почему она была Направлена И кем туда Кому Кому Таких всего 26 человек Которые были Напрямую После оказания Первой помощи Ясно было Что состояние позволяет И они были Эвакуированы На прямой Вроде Кавказ Насколько я знаю А кто сортировал Кому я могу обратиться Кому я могу спросить Медицинской сортировкой В госпитале Занимались Педиатрические бригады Профессор Розенов Владимир Михайлович И мои Врачи Которые у меня Постоянно дежурили А на месте Работали все Врачи Скорой помощи О которых я говорил Со всех районов Близ лежащих Скорой помощи Республики Алания Если бы сделали На месте Эту операцию На месте Невозможно было сделать Это только В специализированном Учреждении Можно было сделать Когда ранение Селезонки С такими тяжелыми Исходами Это единственная Операция Удаления Селезонки Естественно На месте Невозможно было сделать Я не думаю Что там Врачи Что-то